Удачное расположение спортивной школы на Атакмакова-1. Уютный дворик с частными гаражами. Но на этом плюсы заканчиваются. Помещение давно и безуспешно требует ремонта. Здесь занимаются вольной борьбой дети, занимаются бесплатно и, видимо, поэтому на них никто не обращает внимания. Зал как бы находится в аварийном состоянии. Холодно. Ну, вы сами сейчас зайдете, увидите. Никаких практических условий. Администрация школы не хотят ремонта делать. Говорят, что денег нет. Уже с первых шагов ясно, что денег на ремонт не могут найти примерно с советских времен. В первом зале нас встречает качалка в стиле начала 90-х. Ничего лишнего. Убогая штанга, несколько гирь, сложенные стопкой железные блины и непонятного назначения тренажер. За такой инвентарь стыдно должно быть от министра спорта до последнего вахтера. Пятилетка спорта, говорите? В основном здании, где расположены татами, холодно даже сейчас, когда на дворе плюсовая температура. Всю зиму Баир Паламов и его воспитанники занимались в холодном помещении. Простывали, болели, но занимались, принося в копилку спортивных достижений края неплохие результаты. Попутно тренер вместе с родителями обивал пороги кабинетов чиновников с просьбой сделать, ну, если не ремонт, то хотя бы провести отопление в эти помещения. Я сама лично писала письма официальные в комитет спорта городского округа города Читы. Мне был дан ответ, что в 22-м году вполне возможно, что будет ремонт, но это все неоднозначно. И так из года в год обещают сделать, но на этом все заканчивается. Видимо, в Министерстве спорта считают, что секция борьбы при пятой спортивной школе, где занятия проходят ежедневно, бесплатная. Этого им и достаточно. Зачем тратиться? Распиаренная до нельзя пятилетка спорта прошла краями, не задев эту маленькую секцию. Впрочем, руководство школы тоже не стремится сделать из этих помещений, если не дворец, то хотя бы более или менее пригодные для занятий спортом помещения. Мы попытались побеседовать на эту тему с директором спортшколы Владимиром Розуваевым. На данный момент я уже 4 года прошу деньги на капитальный ремонт. Видите, в каком состоянии я не дал. Я проектно-сместор документации все сделал, отдал Минспорт. Ну, на 10 миллионов хотел полностью капитальный ремонт делать. Хотя бы отопление можно сделать? С отоплением только надо капитальный ремонт. То есть все это отопление убирать. Все убирать отопление. И по-новому все это делать. Вот так везде. Никакой конкретики. Возможно, какие-то средства появятся во втором полугодии. Но кто их должен перечислить и как они будут потрачены, неизвестно. Баир опасается, что выделит немного, покрасит холодный радиатор и поставит себе галочку. Мол, ремонт есть. Дети тянутся к своему тренеру упорно, как настоящие спортсмены. Ежедневно ходят на тренировки в холодный зал и показывают результаты. Ну, в последнее время, как бы, ну, призеры чемпионов завтра есть. Сейчас два, двое ребят попали на Дефо, который состоит с 15 апреля в Агинске. Ну, а так, на зоне России, там, это было, как бы, давно. Это не просто вольная борьба, а это борьба без правил. Кто победит тренера и его воспитанники, лично вничий бардак в Министерстве спорта Забайкальского края, мы узнаем уже скоро. С началом нового отопительного сезона, когда ремонтировать что-либо, будет уже поздно. Дарья Калинина, Юрий Житлохин, Алексей Павлов. ЗАПТВ.